Мою бабушку зовут Варвара Андреевна. Она удивительная женщина. Бабушка всегда была очень активной и большой оптимисткой. Она никогда не унывала и вела очень интересный образ жизни. И вот даже когда бабушка ушла на пенсию, она не стала сидеть на месте. Решила увидеть мир. Вместе со своей подругой бабушка решила поехать в Италию. Подруга через две недели вернулась, а бабушка осталась там жить. Оказывается, она устроилась на работу. У одного человека стала домработницей. Одна у этого мужчина убирала в доме, готовила ему кушать, стирала. Все это она делала с большим удовольствием. У нее всегда в квартире было красиво и чисто. Потом виза закончилась и бабушка приехала домой. Очень скоро мы с мамой заметили, что бабушка ходит очень грустная. Прошло полгода. Бабушка купила себе компьютер и попросила меня помочь ей это освоить. Я с радостью согласилась ей помочь. Я заметила, что бабушка почему-то стала проводить за компьютером очень много времени. А еще через три месяца бабушка сообщила нам с мамой, что она решила выйти замуж. Мы с мамой просто онемели, когда это услышали. Мама возмутилась. Что ты такое себе придумала? Ведь тебе уже 65 лет. Я всю жизнь одна прожила. Внучка у тебя еще не замужем. А ты собралась в таком возрасте замуж. Не позорься. Мой мужчина хочет, чтобы я была его законной супругой. Да ты просто с ума сошла на старости лет. Никак не могла успокоиться моя мама. Нет, я просто хочу быть счастливой, ответила бабушка. Я обрадовалась за бабушку и сказала. Я очень рада за тебя, бабуля. Конечно же, выходи замуж, если любишь этого человека и будь с ним счастлива. Правда жаль, что ты уедешь в другую страну. И теперь мы будем видеться очень редко. Мы с мамой будем за тобой очень скучать. Да над нами же люди смеяться будут. Что ты такое творишь, мама? Никак не могла прийти в себя моя мама. А что я делаю плохого? Я хочу быть счастливой. Я всю жизнь работала, вырастила тебя и внучку свою вырастила. Почему я не могу теперь быть счастливой? Обиделась бабушка. Я давно заметила, что бабушка за эти полгода очень сильно изменилась. Она помолодела, обновила гардероб и выглядела очень счастливой. Бабушка уехала и вышла замуж. А еще через месяц она приехала на родину. И уже вместе со своим мужем. Они приехали по очень важному поводу. Потому что я тоже решила выйти замуж. Мой парень Саша предложил стать его женой. И я согласилась. Бабушка на свадьбу подарила свою квартиру. Я очень счастлива. Бабушка тоже счастлива и довольна. Даже мама уже немного успокоилась. Она решила заняться собой и записалась в спортзал. Уже две недели туда ходит. Недавно заметила, что мама начала как-то странно и загадочно улыбаться. Наверное, она познакомилась в спортзале с каким-то интересным мужчиной. Я очень надеюсь, что скоро и моя мама удивит нас новостью о своем замужестве.